На избирательном участке 723 одним из первых проголосовал глава Бурятии. Алексей Цыгенов вместе с супругой в этот раз приехали на час раньше обычного. Мы свою жизнь выбираем сами. С кем идти, куда идти, как, чего достигать, тоже выбираем сами. И сегодня важный день. Но впереди 5 лет, 5 лет непростых, сложной работы. И у нас, ну сейчас в целом, мы же понимаем, в какой ситуации страна непростая ситуация. Поэтому от этого выбора, с кем и как пойдем, очень многое зависит. Правда, главу региона опередило несколько человек. По словам председателя избирательного участка, люди пришли голосовать за годя. Люди даже пришли раньше, пол восьмого тут уже стояли люди, которые, ну, видимо, работают по каким-то своим причинам. Надо было раньше проголосовать. Были, прям вот 8 открыли, все, уже человек 5-6 точно было. Сделал свой выбор и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, градоначальник, проголосовал на избирательном участке в школе номер 63. День хороший, замечательный. Люди на участки приходят, приходят и по одному, и целыми семьями. Вот я смотрю, мои соседи пришли, проголосовали, я сам проголосовал. Как мэр, как гражданин, как житель и округа, и Улан-Удэ, я отдал свой голос за будущее нашего города, нашей Бурятии. Вы видите, что город, все-таки и республика Бурятия развивается, мы строим и школы, и детские сады, и больницы, и дороги, да многое чего. И я считаю, что останавливаться нельзя. Темп набран, темп хороший. Также мэр Улан-Удэ выразил надежду, что работа между городскими властями и новым созывом народного хурала будет эффективной и продуктивной. Принятые решения, направленные на развитие, на благо жителей, они нужны. Нужны именно результаты, а не бесконечное обсуждение. Председатель горсовета пришел на выборы уже по традиции в национальном костюме. И к тому же свой голос отдал, используя бюллетень на бурятском языке. На участке 697 было столько желающих проголосовать, что выстроилась очередь. Раз они изготовлены, напечатаны, их надо использовать, я думаю. Поэтому показываю пример, что один из тех людей, которые именно на бурятском языке берут для голосования, смотрю, читаю. И очень приятно, интересно, потому что и возрождение языка, и возрождение культуры, и, думаю, традиции, это тоже нужно, необходимо. Избиратели поделились, какие надежды они возлагают на новоиспеченных депутатов. Я хочу, чтобы труд учителя, наконец-то, был по достоинству и ценен. Вот, чтобы у нас все было стабильно, никаких таких у нас резких перемен, чтобы не происходило. Ну, а в общем, по городу, процветание, успешности, что все были довольны и счастливы. Напомним, в республиканском парламенте 66 мест и претендует на них 511 кандидатов. Руслан Хороших, Юлия Пермякова, Жаргал Церендашиев. Новости дня. Здравствуйте. Великолепный обработан. Руслан Хороших, Юлия Пермякова, Жаргал Церендашиев. Новости дня.